Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Говядина на вынос. Бабруйчанин пытался украсть крупную партию продукции. Перевозил мясо крупного рогатого скота общим весом более полутора тонн. Какой ущерб? В поиске креатива и харизмы «Зефир-ФМ» ищет новые голоса. Можно, конечно, приходить своими идеями. Как стать частью дружной команды? А также образовательный уровень, продленный дедлайн и знойный финал. Конец лета для белорусов будет особенно жарким. Ждать ли дожди? Преддверии Дня знаний президент провел совещание о развитии национальной системы образования. Главная тема дня – обновленный кодекс, а также правила приема в техникумы и вузы. Основные изменения планируются с 2023-го. Александр Лукашенко потребовал от присутствующих озвучить готовность местных органов власти и высшей школы к нововведениям. Обсудили также итоговую аттестацию выпускников и гражданское патриотическое воспитание. Вы знаете, что главный принцип моей политики в образовании – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно, что касается целевого направления ребят, девчонок для обучения в вузы. Пожалуйста, это большая льгота. И те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вузы. Ну и, естественно, кто желает. Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила, чтобы анализировать свое конституционное право на получение образования. Глава государства указал на необходимость рассмотреть проблемные вопросы и настоял на откровенном разговоре. Президент акцентировал – времени на раскачку практически нет. И отметил – в преддверии Дня знаний традиционно проходят встречи с представителями сферы, чтобы сверить часы. Однако в этот раз привычный формат изменен – приглашен более широкий круг. Стыков не будет. В Могилевской области задержанные похитители мяса. Четверо жителей Чауского района незаконно перевозили разделанные туши крупного рогатого скота. В трех автомобилях находилось более четырех тонн продукта. При этом груз содержался с явными нарушениями ветеринарного законодательства. Несколькими днями ранее подобный случай произошел и в Кричевском районе. Вблизи деревни Залесовичи был задержан микроавтобус ИВЕКО под управлением жителя города Бобруйска, который перевозил мясо крупного рогатого скота общим весом более полутора тонн. Продукции и автомобили изъяты. Проводится проверка. Потребительская корзина, новая планка и национальная банкнота. В стране продлили срок обмена купюр образца двухтысячных. Куда обращаться? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси чествовали первых комбайнеров-пятитысячников. Планку перешагнули аграрии Минской области. К слову, регион на второй позиции в рейтинге жатвы. Лидирует Гомельский. Всего же убрано 87% площадей. Средняя урожайность – почти 38 центнеров с гектара. В стране продлили срок обмена купюр образца двухтысячных. Сделать это можно без ограничений и комиссий в кассах Нацбанка. Принимают только банкноты от 100 рублей и выше. Подать заявку нужно до конца 2024-го. Напомним, деноминация в Беларуси прошла еще в 2016-м. В потребительской корзине белорусов 75% товаров отечественного производства. Благодаря совершенствованию технической базы в связке с грамотной работой экономистов у страны есть собственные ресурсы. Мы обеспечиваем себя практически полностью как продуктами питания, так и бытовой техникой. В республике с 1 сентября откроются 150 инженерно-инновационных классов. В STEM-центрах появятся 3D-принтеры, робототехнические платформы, наборы схемотехники и микроэлектроники. Дети смогут даже в небольших городах изучать новейшие технологии, поставляет оборудование российская компания. В Беларуси на среду объявлен желтый уровень опасности из-за жары. Днем температура воздуха достигнет 33 градусов, ночью не опустится ниже плюс 20. В прогнозе переменная облачность дождей не ожидается. Такая погода обостряет риск распространения инфекций, увеличивает вероятность тепловых ударов. Временная эйфория взамен на жизнь. В Беларуси под меднаблюдением находится 13 тысяч наркозависимых. За последние годы эта цифра увеличилась. На 95% возросла и доля дурмана, которая реализуется через интернет. В первую очередь под угрозой подростки. Только в Бобруйске на учете в наркологическом диспансере состоит около 2800 человек. 240 – младше 18. Среди них и зависимые от алкоголя. В наше время несовершеннолетние, они достаточно неглупые. Знают прекрасно, как приобретать алкоголь. Они видят, как их родители употребляют алкоголь. Они подаются их примеру. До 300 людей будет по употреблению наркотических средств. И до 10 несовершеннолетних у нас стоит по употреблению тоже наркотических средств. Зависимости во многом связаны с психологическим состоянием, окружающим коллективом и атмосферой дома. Выбрать правильный путь всегда должны помогать близкие люди. Однако самостоятельное лечение в большинстве случаев неэффективно. Поэтому обращение к врачу – лучшее решение. Сделать это можно анонимно. Культура судовождения хромает. На Бобруйском участке ГИМС с начала навигации к ответственности привлечены 137 владельцев лодок. Самые частые нарушения – превышение грузоподъемности, передача прав управления и элементарное пренебрежение собственной безопасностью. В РИИ с инспекторами отправилась Татьяна Горбач. В солнечный день березина вблизи деревни Силиба. Многие приезжают сюда порыбачить, отдохнуть от городской суеты и насладиться живописной природой. Нередко владельцы лодок пренебрегают законом. А вот и первый нарушитель. У горя рыбака отсутствует судовой билет, права и техосмотр. Инспектор выносит предупреждение. Если в течение года вы снова нарушите статью 18.7, часть 1, то уже будет штраф. На Бобруйском участке ГИМС зарегистрировано 5700 маломерных судов. Только в этом году с начала навигации к ответственности привлечены 137 владельцев лодок. Среди частых нарушений – превышение грузоподъемности, передача прав управления третьим лицам, да и элементарное пренебрежение собственной безопасностью. Самое главное правило – человек, садясь в лодку, должен иметь спасательный жилет. Он должен быть надет и застегнут. Ведь оказаться в воде – секундное дело. Плывем дальше вниз по течению. Недалеко от берега на волнах плавно качается казанка. Мужчина убирает водоросли. Собирается порыбачить. Но, видно, не судьба. Документов на лодку нет, спасательный жилет отсутствует. Почему нарушаете правило? Как получилось? Так вот, неожиданно. Даже не знаю, что вам отвечать. Да, нарушил, признаю, конечно. Инспектор выносит предупреждение и заносит личные сведения мужчины в базу данных. Повторное нарушение в течение года грозит штрафом в 16 рублей. А вот за управление маломерным судном в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ответственность была бы строже – от 320 до 1600 рублей. Оценная деятельность работы ГИМС – это контроль за судоходством на внутренних водных путях Республики Беларусь. С тем, чтобы максимально предотвратить травмирование и гибель людей на водах. А этот бесстрашный мужчина и вовсе бороздит просторы Березины на автомобильной камере. Какая уж тут безопасность? Инспектор проверяет снасти. Нарушений нет. Размер телевизора не превышает метр на полтора. Ячья не больше 30 миллиметров. К слову, минимальный штраф за незаконную добычу рыбы – 320 рублей. На сегодняшний день, скажем так, есть определенное послабление в законодательстве. То есть, если человек попался впервые, причинил вред окружающей среде, при этом он вину признал, добровольно возместил вред, то в данном случае освобождается административная ответственность с унесением предупреждения. Сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира регулярно проводят профилактические рейды. Причем не только днем, но и ночью. Используют маломерные суда и наземный транспорт. В помощь умная техника, тепловизоры, квадрокоптеры, видеокамеры дальнего наблюдения. Только за этот год зафиксировано 76 нарушений, 6 уголовно наказуемых. Прежде чем собраться на рыбалку, нужно учитывать закон, чтобы мужское увлечение не влетело в копеечку. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. На волнах 95,4. Зифир.ФМ ищет новые голоса. Главные критерии отбора – грамотная речь и хорошая дикция, а также харизма и неординарное мышление. Креативное резюме можно отправить на электронную почту. Обязательно нужно указать опыт работы и контактные данные. Также можно связаться через директ Инстаграм-аккаунта. Мы ищем талантливых людей, заряженных позитивом. Можно, конечно, приходить своими идеями, лучше их отражать в присланном резюме. Мы готовы рассмотреть любого желающего, независимо от возраста. Зифир.ФМ – это больше 10 уникальных программ. Шалом, утреннее и вечернее шоу, актуальные новости страны, автомира и жизни селебрити. Плюс топовые треки, тематические эфиры и розыгрыши призов. Вещает радио 24 на 7. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»